У нас заканчивается газ, 10% осталось от емкости. Сейчас закончится, мы будем без газа. В каменный век может отправиться весь поселок Хмельники. Это не громкие слова. Без привозного газа жители семи многоэтажек будут вынуждены готовить на электроплитках. Но даже сейчас мощности сетей не всегда хватает. Эта линия выключается периодически. Это в день может случиться два-три раза, а то может и чаще. Выключается на полминуты, на две минуты. Или просто выключится, включится, выключится, включится. Пока комфорки на плитах горят. Но это ненадолго, уверяют жители. В последний раз газовоз здесь видели в марте. Долгое время за поставки топлива отвечала одна из жительниц поселка Наталья Дмитриева. Она собирала деньги с людей и вызывала машину. Я почему решила отказаться? Ввиду того, что если раньше организация, это управляющая компанией «Новатор», она заключала договора. Я была просто в поселке как бы ответственная за приемку, значит, за сбор денег. Контролировала, когда зимой, значит, там какие-то остановки, какие-то проблемы вызывала. То есть непосредственно вызывала газовые службы. С января прошлого года дома перешли под крыло новой управляющей компании. Мы связались с их директором и, как оказалось, они работают в рамках закона. Принято решение собственниками квартирных домов о том, что они заключают напрямую договора на поставку ресурсов, в том числе и газа. В Хмельниках создано ТСЖ. Его председатель – директор школы в Петровском. А это несколько километров от места, где оно находится. Собирать деньги сами, без каких-либо документов люди боятся. А по-другому заказать газ у поставщиков никак. Я принял решение 22 октября провести большой сход с своим участием. На этот сход я приглашаю управляющую компанию ресурсников, всех, кто отвечает за воду, за дороги. Значит, соответственно, кто отвечает и за поставку газа. Так, чтобы это публично, присутствуют людей, какие-то вопросы разобраться. Вот только газ в цистернах к тому моменту может закончиться. Проблему в Хмельниках может решить природный газ. И самое обидное, что здесь все готово к приему голубого топлива. Внутри поселковой сети были проложены несколько лет назад. Оставалось только подвести магистральный трубопровод. Но из-за больших долгов Ярославской области перед Газпромом компания свернула инвестпрограмму. Без надлежащего обслуживания проложенные коммуникации попросту разваливаются. Сейчас строительство газопроводов возобновили. Труба до Хмельников должна дотянуться к концу 2021 года. Тогда же в поселке построят новую блочно-модульную котельную. Павел Волков, Евгений Бушуев. День в событиях.